МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. В начале портка главным. Готовность Дагестана к проведению ЕГЭ проверил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в республику. Ущерб лесному хозяйству. Незаконная рубка деревьев пресечена на территории Бериджинского участкового лесничества. Пять золотых, две серебряные и одна бронзовая. С таким багажом медалей на родину из Рима вернется сборная России по больной борьбе. Самый весомый вклад в копилку наград в министре дагестанцев. Сегодня в Дагестан с рабочей поездкой прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов. Руководитель ведомства встретился с главой региона Владимиром Васильевым и посетил образовательное учреждение Махачкалы. Подробнее расскажет Патемат Ханапова. Новый дополнительный корпус на 600 ученических мест построен в рамках нацпроекта образования. Объект позволит разгрузить школу номер 26, перейти с трехсменного режима обучения на двухсменный. Здесь и побывали первым делом гости. Трехсменный режим. Конечно, в 21 веке вопрос, как можно быстрее должны решиться. Даже вот эти три школы, которые мы вводим, здесь, в Теречнике, уже позволяют 900 мест перевести из трехсменного режима. У нас их больше, более 3000. Поэтому сейчас весь упор будет на концентрацию строительства именно там. Мы договорились, что сегодня достигнут предваренность, что уже в марте новое здание, поле свои двери, и там ученики смогут там учиться. Поэтому я еще раз просил бы представителей правительства взять этот вопрос на личный контроль. Со своей стороны мы окажем необходимую соединенческую поддержку. В здании есть два учебных блока. Большой актовый зал, библиотека, пищеблок и спортивный зал. Малоучебные классы, в том числе компьютерный, кабинет физики и химии, оборудованы современной техникой. Сергей Кравцов положительно оценил ремонт, однако отметил, что в образовании важна не только техническая сторона, но и дидактическая. То есть на сегодняшний день проблемы с учебными? Сейчас только контроль, в том числе родительский контроль, того, чтобы они доходили до класса. У меня тоже просьба удержать ситуацию на контроле. Помещение, понятно, это необходимые условия, но и чтобы были действительно, как Вы говорите, дидактические материалы, современные учебники. Это тоже важнейшая составляющая учебного процесса и качества образования. Принято. Сергей Сергеевич, совершенно справедливо. Я хотел сказать о том, что нам еще надо, вот например сейчас, несмотря на то, что мы столько закупили на родных языках, у нас не хватает литературы. С 5 по 11 класс учебников не хватает, но мы готовим и будем ставить. Давайте мы совместно тоже это обсудим и запросим. После осмотра школы министр просвещения встретился с главой республики. В своем выступлении Сергей Кравцов поблагодарил Васильева за работу и внимание, которое он уделял системе образования. Кроме того, он положительно оценил и работу регионального министерства. Хотел бы поблагодарить, но несмотря на те результаты, которые достигнуты, еще предстоит определенная большая работа в дальнейшем. Мы сделаем еще больше на этом году. У нас опыт появился. И по-моему, у Вас еще и появилась желание. У нас впереди очень важный экзамен. ЕГЭ. Беспристрастный, объективный экзамен. По нему мы видим, есть движение. Но еще больше нужно задач, которые стоит решать. И нужно решать. У нас растет число высокобаганников. Но сегодня впервые Сергей Сергеевич поставил перед нами задачу именно по тем детям, которым нужен специальный подход. В ходе встречи Владимир Васильев также затронул проблему в уделении земли под строительство школ в горных и высокогорных районах. По словам главы республики, найти целый гектар под школу практически невозможно. Сергей Кравцов заверил, что о проблеме знает и в рамках своих полномочий поможет ее решить. По тематике Аннабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Незаконная рубка деревьев обнаружена на территории Белиджинского участкового лесничества. В Дербенском районе незаконно вырублены деревья на сумму свыше миллиона рублей. Это 169 сосен до степени прекращения роста. При вырубке повредили новые лесные насаждения, вследствие чего молодые сосны не смогут вырасти вообще. По данному факту возбуждено уголовное дело. Аллея памяти дагестанских богословов, отдавших в своей жизни на пути истины, отстаивая законы правды и справедливости, появится в скором времени в Махачкале. Сквер Шахидов, так назовут новый благоустроенный столичный парк. Расположится он на улице Абдулхамида Юсупова, а именно на том самом месте, где 17 лет назад в результате пожара сгорел детский интернат. На этой неделе в новом сквере началась высадка деревьев. И первый саженец посадили в честь шейха Саида Афанди из Черкея. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Дочь шейха Саида Афанди Патимат не может сдержать слезы. Воспоминания комом встают в горле. Говорить об отце, который был духовным наставником для тысяч людей в Дагестане, даже сейчас, через столько лет после его трагической гибели, ей очень трудно. Я могу, что ли, это говорить? Они все же знают, какой он был. Все же видели его. Действительно, видели, уважали и прислушивались. Внимали наставлениями, следовали за ним с чистым сердцем. Именно добродетельность, высочайшие духовные качества шейха Саида Афанди снискали ему уважение среди мусульман республики. Первое дерево, посаженное в сквере шахидов, его честь – свидетельство доброй памяти современников о духовном наставнике. Родные и близкие Алима посадили дерево своими руками. Саида Афанди был авторитетнейшей фигурой в исламском мире. Это признавали не только его доброжелатели, но и оппоненты. Шейх, как наставник, отдал свою жизнь изучению религии и преподаванию духовных наук. Как признанный лидер, мусульману всячески помогал притворять в жизнь те проекты, которые шли на пользу людям и помогли Дагестану сохранить мирное небо над головой в непростые 90-е годы прошлого века. Он был патриотом нашего народа, нашей Родины, потому что религия, она нас призывает, чтобы мы думали о нашей земле, чтобы мы заботились, чтобы здесь был порядок, чтобы здесь было все время светлое небо, так говорится, да. И вот Саид Афанди как раз таки был таким патриотом, который всю свою жизнь отдал и работал в этом направлении. Мы избегли ту участь наших соседей в 90-е годы. Вот это все благодаря таким людям, нашим алимам, богам, у которых стоял Хайда Афанди. Жизнь шейха прервалась в результате злодейского террористического акта. Его подло взорвали в собственном доме, когда он принимал очередных посетителей, среди которых были и дети. Совершившие это чудовищное злодеяние рассчитывали внести росков в среду мусульман, убив их лидера. Но не смогли этого сделать. Точно так же не смогли они уничтожить богатое духовное наследие, оставленное Саида Афанди потомком. В наши дни, проходя мимо этой прекрасной липы, посаженной в честь человека, служившего сердцем делу религии, взрослые будут напоминать молодым о мужестве и стойкости, мудрости и добром нраве знаменитого ученого-богослова Саида Афанди из Черкея. Всего в сквере шахидов посадят более 50 деревьев. Каждая из них будет нести имя героя, который отдал свою жизнь ради сохранения мира и стабильности на земле Дагестана. Помимо деревьев, на благоустроенной территории возойдут мемориал в честь погибших богословов, установя два фонтана, построя спортивную детскую площадки. Сквер должен стать желанным местом отдыха для махачкалинцев, ведь адаптированным будет для детей и взрослых, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Дагестане проживают 1 миллиардер и 502 миллионера. При этом от 40 до 80% трудоспособного населения – это люди, занятые временной работой. Об этом было заявлено на заседании Совета старейшин Дагестана. В последние годы во всех отраслях экономики происходили массовые сокращения из-за уменьшения объема работы или по причине закрытия предприятий. Большинство дагестанцев заняты сельским хозяйством, торговлей и строительством. В этих отраслях экономики преобладают неустойчивая, сезонная и неформальная занятость. Фигурки Хабиба Нурмагомедова в форме бойца спецназа. Известный бренд, выпускающий коллекционные фигурки солдат, создал серию фигурок бойца смешанных единоборств в форме подразделений для специальных операций. Всего в серии более 70 предметов экипировки легендарного спецназа. У фигурок полностью подвижное тело, высокая детализация и все снаряжения снимаются и надеваются. И о спорте. Пять золотых, две серебряные и одна бронзовая. С таким багажом медалей на родину из Рима вернется сборная России по вольной борьбе. И самый весомый вклад в копилку наград внесли дагестанцы. Чемпионат Европы собрал в столице Италии лучших борцов Старого Света. Открытием соревнований, как и две недели назад на турнире в Красноярске, стал 20-летний Курбан Шираев. Дебютант из Касаверта завоевал золотую медаль в категории до 65 килограмм. Бывали много провалов. Один год, третий, второй. Когда подтягивался, подтягивался. И ждал момента, когда я все же залезу на лучшую ступень пьедестала. Хорошего, престижного чемпионата Европы и так далее. И вот сегодня у меня получилось. В полутяжелом весе свой уровень подтвердил капитан команды Абдулрашид Садулаев. На первую ступень пьедестала континентального турнира «Махачкалинец» поднялся в пятый раз. Сюда приехало очень много земляков. Отдельно я хотел сказать спасибо им и всему тренерскому штабу, лице Замулата Тедеева, всем врачам-массажистам, всем всех тех людей, которые нам помогали в этом. Особенно мои партнеры. И у нас очень мощная команда. Я думаю, что если вот так дружно мы будем работать, на Олимпиаде покажем вот такой же блестящий результат. Дагестанцы претендовали еще на два золота, однако рассол Газимагомеда в упорной борьбе уступил хозяину ковра Фрэнку Мчамизу. А Магомед Рамазанов проиграл земляку Магомед Хабибу Кадимагомедову, медаль которого пошла в зачет белорусской команды. Наградой высшей пробы отметился также еще один воспитанник Дагестанской школы борьбы, ныне представитель Польши Магомед Мурат Гаджиев. У меня на этом все. Всего вам доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА